Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня хочу говорить о разных временах нашей жизни. Вот иногда идет полоса проблем, полоса трудностей, а потом опять полоса радости. Все получается как-то, все прекрасно. Но интересно, в любой ситуации жизни мы должны помнить, что мы в руках Бога, Он ведет нашу жизнь, Он вправе послать трудности или радость, или как сделать, Он Бог над всем. И вот я думаю здесь о царе Языкии. Мы читаем все это книги Царств 20 главы. Тебе не заболел Языкия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И вот Языкия поворачивается к стене, он плачет, он говорит, Господи, я ведь служил тебе, я ведь жил перед тобой, почему? Почему так? Интересно, Исаия уходит от него и по пути ему в Дух Господний, говорит, иди возвратись, скажи ему, будет жить еще 15 лет. Да, и пришел, и вот Исаия говорит ему слова Господни. Дальше, я слышал молитву твою, услышал ее, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день подъездом Господень прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город си, защищу город си, ради себя, ради Давида, раба моего. И так Бог сделал, он исцелился. Мне почему-то думает, уж он здесь умер, потому что здесь был Языкия такой замечательный, замечательный царь. Потом у него что-то случилось. Приходит царь Вавилонский там со своими всеми этими коллегами, которые тут, и он им показывает, показывает все свои богатства, мои богатства, это мои богатства, здесь и там, и кругом. Ему не надо было делать, хвалиться можно Господом. И вот интересно, потом опять приходит тот же пророк Исаия к нему и говорит следующие слова. Выслушай слово Господне, вот придут дни и взято будет все, что в доме твоем, что собрали отцы твои до сего дня. Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во двоце царя Вавилонского. Вот такую горькую весть ему надо слышать. Да, он еще будет жить, все будет как-то при нем нормально, но потом все заберут, все богатства унесут их опять, унесут Вавилон, и его дети будут там, вот евнухами будут, слугами. Горькую весть. Вот я думаю, апостоле Павле, он говорит так интересно Коринфянам, 2 Коринфянам, 12 глава. Я буду гораздо охотнее хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Господня. Когда мы начинаем хвалиться тем, что Бог нам дал, мы как-то это так говорим, а фактически все же мы возвышаем себя, вот я, 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 я то имею, я другое имею. Нет, Бог это нам дал, мы могли бы быть так же, да, иметь неудачу в жизни, но Он благословил, и Его имя должно быть всегда впереди. Он наш Господин. Это так важно. Не знаю, вот Псалом, который я читаю, 29-е, 7-го стиха, мне вот особенно дорого, как Давид реагировал. Он-то, кстати, у него была полоса благоденствия, все было хорошо, но вдруг он молится к Богу и говорит, Господи, защити меня. Он почувствовал, что когда время было такое благоприятное, не было близости Господней. И он молится, тогда я 7-го стиха прочитаю, я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа моего умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу. Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, помилуй меня, Господи, будь мне помощником. И Ты обратил все этого не мое в ликование, снял с меня в ритище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкнет, Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно. Слава! Мы видим, вот как Давид реагировал. Он заметил благоденствие, все как будто бы хорошо, но он лица Господня так не чувствует. Господь сокрыл свое лицо, написано так, и он смутился. И он начал искать его. Он хотел, чтобы он Бога вот так вот перед собой ощущал, чтобы он с ним шел, чтобы он слышал его, чтобы он ощущал его, его благоволение Господне, чтобы он искал его воли. Да было так важно для Давида. И он молится здесь, и он говорит, он мое это сетование преобразил в ликование. И тогда он ликует, и тогда он славит Бога, и тогда он радуется с ним. Я думаю, это так важно. Это так важно быть вблизи Господней. Быть с ним вот в этом контакте. Слышать его тихий-тихий голос, когда он говорит, делай что-то или не делай. Или получать от него радость. И знать, что он с тобой, и ты с ним находишься. Вот это самое-самое близкое в таком отношении, которое, ну, самое дорогое в этом мире, находиться в блеси Господней. Да поможет нам Господь и в трудные времена. Знать, что Господь может убрать в мгновение все трудности. Но это в его праве. И когда мы молимся к нему, как языки, он может продлить нам жизнь. Не всегда это нам нужно. Может, лучше нам, так сказать, не жить дальше и сделать то, что потом нас оттолкнет от Бога. Но прожить так, чтобы мы однажды были с ним вечно, в вечности и славили его лицо всегда. Аминь.